Девочки, всем привет! Сегодня для вас снимаю небольшое видео про мою посылочку из Евроше. Я решила кое-что себе заказать, потому что Евроше постоянно чем-то привлекает, хорошими ценами, хорошими какими-то акциями. Ну и вот за такой довольно-таки большой промежуток времени, который я не заказывала ничего, но я не скажу, что я в восторге от всей продукции, но иногда что-то заказываю. И последний раз я заказывала весной, по-моему, да, весной, где-то в апреле месяце мне пришла посылка. И вот сейчас, вот декабрь, и решила кое-что себе заказать, буквально слегка, чуть-чуть, и хочу вам показать. Кому интересно, то оставайтесь смотреть. Итак, пришла посылка вот такой вот коробки, и я сейчас буду открывать и показывать. Тут буквально немножко продуктов, которые я заказала. Я вам сейчас покажу. Итак, первое, что я заказала, это будет вот такая вот водичка, увлажняющая мицеллярная вода, два в одном, с огурцом, по-моему, такая серия есть с огурцом, для очищения и увлажнения кожи. Почему я её взяла? Ну, во-первых, из любопытства мне интересно было попробовать. Во-вторых, ну, вот эта серия с огурчиком увлажняющей, мне показалось, что мне нужно такое средство супер увлажняющее, очищающее для лица. И на пробу я заказала вот такую водичку. Вот смотрите, сколько уже я использовала. Мне очень понравилось, никакого раздражения на коже, никаких высыпаний не вызывает. Очень приятная такая по текстуре, неплохо снимает тушь с ресниц, отлично увлажняет, кожа не пересушенная, кожу не сушит. Мне очень понравилась, кстати, неплохая вот серия. Если кто пользовался, там есть, по-моему, ещё несколько средств с этой же серии, то, пожалуйста, напишите, потому что хочу что-то ещё взять попробовать вот с этой же серии. И, кстати, запах, запах тоже, в принципе, неплохой, такой достаточно в меру, в меру какой-то насыщенный, в меру мягкий, в меру не слишком такой навязчивый. Вот, вот такая вот водичка, так что, если кому интересно, то можете попробовать, и я думаю, что вам понравится. Следующее средство, которое я заказала, это будет вот такой вот крем для рук, это рождественская коллекция у них. Я выбрала какао, он фисташковый крем для рук с какао. Вот такой вот крем, у него очень-очень лёгкая такая консистенция, ну, как молочка, что ли, такого жидкого. Очень-очень быстро впитывается, приятный по текстуре, запах вообще супер. И запах такой, я боялась, что он будет слишком насыщенный, но он в меру такой насыщенный, в меру как-то, знаете, пахнет каким-то химическим какао, нет. Довольно приятный, ну, очень неплохо увлажняет руки и подходит для ежедневного применения. Тот, который у меня был и в Роше, скоро покажу в пустых баночках, тот очень был плотный, два в одном там, но он был как интенсивно увлажняющий. То есть я его наносила больше на ночь, чем использовалась днём. То вот этот крем можно использовать днём и, в принципе, у вас руки будут себя комфортно чувствовать и не будет вот этой жирной плёнки, потому что он очень-очень быстро впитывается. Там есть много запахов всевозможных, по-моему. Я даже хотела заказать какао-апельсин, ну, посомневалась в плане запаха. Вот, так что я думаю, что смело можно брать хорошая линейка рождественская, там ели для душа есть. Вот, так что мне очень понравился этот крем. Следующее, что я заказала, это вот такие вот румяшки. Вот так вот они шли в коробочке. Заказала в оттенке розовом, потому что слегка таком холодноватом. Вот такая вот упаковка симпатичная, удобная, небольшая. Без зеркала, без кисточки идут. Вот такой вот розовый, ну, где-то, наверное, вот такой вот розовый оттенок. Очень-очень такой приятный он. Он такой нежно-нежно розовый. Хорошо набираются на кисточку. Сейчас у меня они на щеках специально. Я вам нанесла, чтобы вы посмотрели. Оттенок 10. Такой розовый. Название Клер Роз, по-моему. Вот. Очень мне понравились румяшки. Они такого нежно-розового оттенка. Они сильно холодные, но и не персиковые. Потому что у меня такие немножко золотинка есть. Больше в такой, в тёплый розовый. Эти такие холоднее. Мне они очень нравятся. Очень отлично отдают свой пигмент. Отлично наносятся, держатся в течение дня. На моей комбинированной коже никуда не деваются, никуда не скатываются. Отличная румяна. Следующее, что я заказала, это вот такая вот маска. Маска для лица. Называется маска пилинг и крем-маска для увлажнения. То есть, первый этап, вот как вы видите, 1 и 2. Первый этап, это пилинг. Здесь такие крупинки. А второй этап, это кремовая маска для интенсивного увлажнения. Я уже их брала. Они мне очень-очень нравятся. Хорошая вот эта масочка вообще. Просто супер. И хорошо такой пилинг делает. И неплохо увлажняет. Взяла вот ещё себе вот такую вот масочку. И довольно, я вам скажу, цена в принципе достаточно для двух масок. Ну, обычная, нормальная цена, поэтому не завышенная. И следующее, что я заказала. У меня когда-то был пробник, они мне ложили. И я заказала вот такой вот, у меня заканчивается крем от LUMINE. И я заказала вот такой вот крем для увлажнения 24 часа от EVROCHE. Значит, уход за лицом, жизненная сила 24 часа называется, обогащён полифенолами красного винограда. То есть с экстрактом красного винограда. За один месяц уменьшает признаки усталой кожи, оживляет кожу, расслаживает глубокие и дряблые какие-то морщинки. Ну, дряблые, конечно, сильно сказано. Вот такой вот крем. У меня был 5 мл пробник. Мне очень он понравился и по текстуре, и запах приятный. У него стеклянная баночка. Это тоже, в принципе, немаловажно. Вот такая вот красивая банка у него. Достаточно зелёненькая. Я ещё им не пользовалась, поэтому вот он вот так вот выглядит. Ну, у него достаточно такой насыщенный запах. Но он, знаете, такой ненавязчивый. Сильно он, в принципе, быстро улетучивается, быстро впитывается. Текстура средняя, не сильно плотная, не сильно такая жирная, но не сильно лёгкая. Не кремово-гелевая. Вот именно кремовая такая средняя плотность и текстура быстро впитывается. Мне очень тогда он понравился, поэтому я решила себе заказать вот такой вот крем и попробовать уже полную версию вот такой вот крем. Я думаю, что многие из вас, может быть, уже его пробовали. Вот. Девочки, вот такая была у меня посылка и в Роше. Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам понравилось. Пишите обязательно комментарии. Может, кто-то чем-то пользовался. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok